И о спорте. Острая конкуренция и борьба до последней секунды схватки. Сильнейшие грэпплеры Центрального федерального округа сошлись на открытом Кубке Москвы. Спортивный праздник украсили мастер-классом, где своими навыками с молодежью делились известные российские спортсмены. Обо всем по порядку расскажет Курман Рагимов. Обилие бросков и болевых приемов. Мастера самбо и грэпплинга раскрывают секреты своего успеха. Два борцовских ковра Дворца спорта «Содружество» заполнены как детьми, так и взрослыми. Очень хорошая идея, что перед соревнованиями получают еще новую информацию, какие-то моменты подчеркивают для себя. Каждый из спортсменов дает информацию, дает знания. И, в принципе, такое развитие получается общее, достаточно интересное. Очень важно для начинающих спортсменов им прививать, каким бы они ни стали известными, титулованными спортсменами, если у них нет правильного воспитания, духовно-расследовательных ценностей, его достижения ничего из себя не представляет. Полученные на мастер-классе навыки спортсмены постарше попытаются закрепить на турнире по грэпплингу и звание лучшего. Здесь оспаривают порядка 200 человек. Этот переворот Курбан Курамагомедов сумел провести за 10 секунд до конца финальной встречи. Техническое действие помогло спортсмену сравнять счет и перевести схватку в дополнительное время. Здесь Курамагомедов проявил стойкость и вышел победителем весе до 71 килограмма. Мне там уже кричали, там уже все-все, Курбан 30 секунд осталось, я уже как бы проиграл. Я собрался и перевернул его, и как вот так и сложилась ситуация, и, альхамдулля, я выиграл. Организатором открытого кубка Москвы выступила Академия единоборств Universal Fighters. Клуба всего лишь год, уже открыты филиалы в 10 городах России. За этот короткий срок проведено 15 турниров по ММА и грэпплингу. Большие планы у команды на 2019 год. Планы проводить в 2019 году более 20 турниров по грэпплингу, 50 мастер-классов с именитыми спортсменами разных регионов России, а также провести более 5 турниров по ММА. Профессиональных, да. В разных регионах России. Обстановка благоприятная, ребята хорошо выступают, есть перспективы. И Universal Fighters – это новая звезда, которая пойдет далеко. И мы готовы не отступать от своих планов. Будем идти вперед общими усилиями командой. Турнир собрал множество почетных гостей. На открытии спортивные чиновники и титулованные спортсмены желали участникам удачи и больших побед. Грэпплинг для Юго-Западного округа – это такое первое мероприятие, которое здесь состоялось. Мы проводили и по самбо, и по дзюдо. Но такой интереснейший вид спорта, как грэпплинг, который… Я очень рад, что он получил развитие именно в Юго-Западном округе. И получит развитие. Хорошая атмосфера, хорошие участники, именитые чемпионы. Я думаю, что это в том числе и хороший пиар, и как и для этого вида спорта, и как и для развития всего спорта в городе Москве. Поэтому большое спасибо организаторам, кто это сделал. Такой большой хороший праздник нам сюда привез. Ну, я впервые на Universal Fighters нахожусь и вижу, как работает эта команда. Я так понял, что это не только начало, и впереди будет очень большая работа. Команда работает плечом к плечу, это радует. И я очень рад, что у нас развиваются такие команды, которые ведут спорт в массы. Это здорово, и надо помогать, включаться. Вместе мы едины и непобедимы. Прежде всего, спорт, он сплочает, да, и в плане даже наций, да, все. Я считаю, что не должно быть такого, чтобы какая-то была рознь между наднациями. И как раз-таки вот этот спорт, да, любой, да, который направлен на сплочение нашего народа, да, у нас многонациональная страна, как вы знаете, да, и мы все должны уважать друг друга. И вот именно уважение, оно вот именно и проявляется именно на ковре, там, на ринге или в клетке. Уважение достойны все, но Александр Никифоров заслуживает большего. Уже три года парень ездит по турнирам, и каждое выступление для него – это бесценный опыт. Сегодня он по баллам уступил более маститому сопернику. Однако такого спортсмена проигравшим никак не назовешь. Ну, я думаю, что большой пример подаю, особенно будущей молодежи, потому что спорт – это очень важная составляющая жизни. И не важно, какое здоровье у человека там или как он отличается от других. Важно, главное, что он идет вперед, никогда не сдается, вот, продвигается по жизни. Поединки турнира прошли в яркой и конкурентной борьбе, но к каждому из соперников Идри Самаров нашел свои ключи. Первые две схватки чемпион весит до 77 килограммов, завершил досрочно. Финальная также прошла под его диктовку. В финале попался, ну, я с ним встречался до этого, тоже была конкурентная схватка. И осторожничал очень просто, и, можно сказать, забрал в начале балла, а потом просто оборонялся в основном. И в итоге выиграл, одержал победу. Грэпплинг нечасто балует спортсменов солидными подарками на турнирах. Поэтому вручение денежных призов победителям стало для борцов хорошим стимулом. Следующие соревнования под эгидой клуба Universal Fighters планируют провести в мае. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Москва.